Погода отличная, настроение у ребят и у тренеров приподнятое. Еще бы первые старты сезона. Все ждали их с нетерпением. Еще и потому, что на первенстве края есть не только возможность побороться за звание лучших в своих возрастных категориях, но и за право представлять Алтайский край на первенстве России. Оно пройдет в Энгельсе с 22 сентября уже. По итогам всероссийских соревнований отберут участников на спартакиаду 2021 года. «Перспективная работа у вас ведется, системная, по воспитыванию молодых кадров и спортсменов. Уже есть успехи за эти годы. У вас ребята были в юниорской команде, то есть под моим началом завивали и призовые места, и чемпионами стали. Посмотрели будущих, можно сказать, звездочек, возрастающих далеких от сборной команды, но уже которые будут стучаться у нас в наши двери». Константин приехал в Барнаул не только, чтобы оценить способности грибцов-юниоров нашего края, но и возможность провести здесь, в Барнауле, тренировочные сборы для российской юношеской команды. Возраст ребят, в которой не превышает 19 лет. «Мы очень ждали этих соревнований, очень хочется проверить свои силы в борьбе у всех. Жгучее желание отобраться на всероссийские соревнования. И очень здорово, что наш вид спорта так стремительно и ярко развивается в нашем регионе». Большой интерес на соревнованиях грибцов всегда вызывают заезды категории «микс». Это когда в одной лодке находятся юноша и девушка. На первенстве края такие заезды проходят впервые. Уже сегодня между экипажами развернулась борьба за каждый метр водного пространства. «Очень важна поддержка в развитии детского и юношеского спорта. В Алтайском крае очень много делается для развития гребли. И расширение и развитие спортивной базы здесь на Гребном канале – это отличная возможность для юных грибцов, во-первых, развивать свои профессиональные спортивные навыки, а также перенимать опыт мировых звезд грибного спорта в период проведения здесь международных соревнований. Но самое главное – это то, что те инфраструктурные объекты, которые уже построены здесь, которые будут построены, горожане смогут использовать как места для отдыха и для занятий активными видами спорта». К слову, сейчас на Гребном канале идет активная подготовка к этапу Кубка мира, который пройдет в Барнауле в мае 2021 года. К этому сроку здесь должна быть готова новая инфраструктура, которая позволит включить наш Гребной канал в число лучших объектов грибного спорта в стране. Появится возможность проводить здесь не только тренировки сборных команд, но и соревнования любого уровня – от региональных до международных. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.